Сегодня у нас с вами есть возможность увидеть самый древний вид театрального искусства – уличный театр. Надевать вечерние платья и костюмы не обязательно, даже билеты покупать не надо. А вот хорошее настроение очень даже пригодится. Ну что, идем? У кого-то плачет ребенок, кто-то не может найти свою вторую половину, другой страдает от алкоголизма. Оберегают людей в трудные моменты жизни их ангелы. А как именно они это делают, рассказывается в спектакле «Ангелы и люди». Так же, как и люди, ангелы испытывают разные чувства. Восхищенный, радостный, очаровательный ангел оберегает малыша. Он только иногда помогает молодой маме проснуться, чтобы услышать плач ребенка, и защищает его от других людей. Пожалуй, его роль здесь невелика, а вот ангелу-подростка не очень-то весело. Ни минуты покоя, приходится носиться за неугомонным мальчуганом и даже спасать ему жизнь. Но в итоге хранитель сумел найти способ помочь мальчику стать лучше и послушнее. Нам хотелось показать немножко еще настроение ангелов. Какие они, когда они у какого-то человека. У кого-то он миленький, добрый, веселый. У кого-то он немножко грустный и печальный, потому что у него не получается достучаться до человека. Вот этот наш колокольчик, это был как символ связи ангела с человеком, с его душой, с его сердцем. Играли актеры без слов. Общение основывалось на эмоциях и взглядах. К тому же зрители принимали активное участие в спектакле. Но актерам приходилось импровизировать. Мы продумывали не один вариант, а несколько вариантов взаимодействия с людьми, потому что люди действительно могут попадаться разные. И в конце на генеральной репетиции, их у нас было несколько штук, мы приглашали незнакомых людей и отрабатывали на них все эти приемы. Отличается уличный театр от традиционного не только тем, что действие происходит под открытым небом. Такой театр принимает любого зрителя. И спектакль, пожалуй, можно сравнить с цирковым представлением. Необычные креативные костюмы и ходули помогают актерам внести яркую зрелищность в представление. На ходулях стоять не очень сложно, особенно на небольшого размера. То есть я стоял на 50-сантиметровых ходулях. Готовились мы очень долго к этой постановке. И саму задумку, саму идею мы прорабатывали месяца еще три назад. Месяц назад мы встали на ходу и начали репетировать. Вот спустя месяц мы показываем премьерную постановку в Тирасполе. И еще через полмесяца мы поедем с этой же постановкой в Минск. Маленькие истории спектакля открывают некоторые моменты жизни людей и их ангелов. И каждая из них заставляет задуматься о простых и в то же время важных вещах в нашей жизни. Какую-то основную идею, какой-то основной принцип, я думаю, мы до людей донесли. По крайней мере, некоторые сказали, что в конце хотели плакать. Это приятно. Мы старались как-то вызвать какую-то вот такую приятную печаль в конце. Да, очень понравилось, очень интересно. Молодцы ребята выступили, хорошо. Ну, мне лично очень понравился спектакль. Здесь был представлен герой как алкоголик, который, в принципе, был смешон. И это, в принципе, раскрывает сам сценарий, саму идею того, что это нам не нужно. Понимая, что действительно все мы ангелы, хочется быть добрее, более внимательными друг к другу. Следующее представление уличного театра пройдет уже в это воскресенье в 5 часов вечера в центре Тирасполя на набережной. Так что не пропустите, такой спектакль не оставит вас равнодушными.